Что вы согласны с этим, звуки, видео? Да, конечно, конечно, включайте, всё, включайте, всё, я всё отвещу, скажу про кремлёвскую хунту и всё, что знаю. Вы знаете это слово? Вы знаете это слово? Хунта? Кремлёвская хунта? Кремлёвская хунта? Ну, я знаю, что такое хунта, я могу себе представить немножко, что вы имеете в виду, но, наверное, лучше, если вы мне скажете, чтобы я не ошибаюсь, это было бы, мне кажется, неправильно, если... Если что, Марина подскажет вам, ну, на самом-то деле, хунта – это власть военных и силовиков. Таким образом, украинское руководство обзывает российское руководство время от времени. Хотя, на самом-то деле, этому критерию соответствует Москва, а не Киев. Ладно, всё, лирику отставить, давайте работать. Во-первых, спасибо вам большое, что у вас есть время за интервью. Вы в данном моменте находитесь именно где? В Киеве. В Киеве. Я дома. Да, вы дома. Значит, вы уже сколько времени в Украине снова? Когда вы переехали? Ну, где-то месяц уже прошел, я продолжаю наслаждаться родным городом, родной страной. Вы надолго сейчас планируете быть в Украине или какие плани у вас есть? Ну, смотрите, я долго был вашим коллегой в Москве и проработал, по-моему, 13 лет. И в том числе после того, как Россия напала на Украину. Ну, и вот последнее время там у нас с российской властью какой-то пошел дисконнект, непонимание. С одной стороны, мы занимались журналистикой, с другой стороны, российская общественность начала писать доносы в следственные органы, проверить мои слова на экстремизм, законность пребывания на территории России. Ну, в общем, всякое разное. И когда меня начали вызывать в прокуратуру на допросы, я, зная опыт просто десятков или даже сотен граждан Украины, которых посадили в Россию за то, что они украинцы, я решил помахать рукой и уехать. А в части дальнейшей деятельности все очень просто. Сейчас мой адвокат Николай Полозов написал запрос в прокуратуру с целью выяснить, есть ли дело, какое дело, по каким статьям. И на основании этого мы будем принимать решение. Но когда меня вызвали на допрос, это было 24 декабря, получается уже месяц назад, то сами прокуроры на этот допрос не явились. Ну, и вы сами знаете, когда, я думаю, что вы тоже можете себя поставить на мое место, если бы ваш офис, ваши прекрасные двери начнут приходить милиционеры, искать вас, говорить, что мы сейчас вам вручим в повестку. И зная российское законодательство, где есть такая опция, что административное дело, оно может стать уголовным делом. Ну, в общем, думаю, что вы меня поймете. Я, конечно, Москву люблю и нравится мне этот город, там энергия, но граждане Украины сидят или Лефортово, или в тюрьмах по бескрайним просторам Российской Федерации. Поэтому пока пауза в моей московской карьере. Из тех людей, которые вы знаете, ну, украинцы, которые в данном моменте в тюрьмах вообще в России, большинство из них крым-татары, или какие люди, ну, которые вы знаете, да, именно в данном моменте сидят вообще в русских тюрьмах? Ну, в первую очередь, это крымские татары. Вторая категория граждан – это тех, кого обвинили в шпионаже или в экстремизме. Вот шпионов у нас очень много сидят в тюрьмах. А вы же, кстати, насчет шпионов. Вы же знаете, вы на улицу всего сейчас выйдете и у кого-то что-то спросите. А вам кто-то что-то ответит, а потом кто-то подумает, что вы шпионили. Военную тайну выпытывали на улице Москвы. Вы воспринимаете это с удивлением, но по такому принципу люди не со швейцарским паспортом, а с украинским попадают в тюрьмы. Потому что все судебные заседания по этому поводу, они проходят в закрытом режиме. И свидетельства дают секретные, соответственно, свидетели. То есть, смотрите, есть человек, есть суд и есть тюрьма. А причина, за что человека посадили, это военная тайна. Вот и все. Но, да, в первую очередь, конечно, оккупационные власти в первую очередь занимаются карательными операциями в оккупированном Крыму. Это факт, но это просто факт. Как вам кажется, это стало вообще так опасно для граждан Украины сразу в 2014 году? Или это стало как-то потихонечку вообще страшнее, страшнее, опаснее, опаснее? Или был какой-то момент, когда вообще все изменилось? И даже для обычных людей, которые просто там приехали со родственников, или просто для какой-то, не знаю, по делам личные какие-то. Как вам кажется, когда это началось именно? Понимаете, история России и Украины, она действительно имеет масса точек соприкосновения. И это связано с тем, что есть и междунациональные браки, семьи. После развала Советского Союза кто-то остался в Украине, кто-то в России. И до войны люди очень много перетекали, переезжали, ездили в гости, постоянно встречались. И это факт. И вот когда вы говорите, это опасно для всех или не для всех? Нет, это опасно не для всех, потому что человеческий поток, он значительно сократился. Но очень часто бывает, что те, кто приехал к родственникам или по каким-то делам, оказался опять же шпионом. И таких прецедентов я знаю лично. Поэтому сказать, ну, знаете так, давайте я перефразирую. Если любой гражданин Украины приедет в Швейцарию, имея соответствующие документы, то вряд ли его там обвиняют в шпионаже. То есть вероятность этого, она равна нулю на самом-то деле. А в России немножко по-другому. Люди, которые вы знаете, да, которые именно обвинили вообще шпионажем, да, из каких-то неприятных причин. Они действительно были какие-то просто обычные, самых обычных людей, которые никак не были не связаны ни с политикой, ни с чем вообще. Если да, вы могли бы немножко рассказывать про их обстоятельствах, да, как у них там сейчас жизнь, где они находятся именно в данной ситуации, есть какой-то связь с посольствием, например. Вы можете немножко рассказывать про это вообще, вам знакомые? Ну, давайте я сейчас, я просто хочу найти пример. Сейчас, одну секундочку, я просто, чтобы я с фамилией не ошибился, я бы подготовился бы так лучше. Просто когда речь идет о сотнях людей, это уже превращается в статистику. Например, самая яркая история из того, что нам должно быть, что нам может быть близко. Вот я зашел на сайт Радио Свобода. Арестованного в Крыму журналиста Есипенко. Пытали током и так далее, и так далее. Его задержали ФСБ. В общем, человек, который работал на Радио Свобода, будущий журналистом. Вот, 10 марта на трассе Симферополя-Алушта его задержали и обвинили в незаконном изготовлении взрывных устройств. ФСБ утверждает, что Есипенко занимался сбором материалов в интересах спецслужб Украины. Там какие-то фотографии они еще показали. И тут сразу мы начинаем думать. Если он шпион, почему он ходил с бомбой? Вот он брал, не знаю, ходил по Крыму с бомбой. Шпионил таким он образом. То есть, понимаете, и опять же, все дело, оно же сосекречено. А человек, конкретно физическое лицо, находится в тюрьме. И выйдет он на свободу, скорее всего, не раньше, чем его обвиняют. Потому что по этим делам они выписывают 20 лет тюрьмы и больше. 20 лет тюрьмы. Мне через 20 лет будет 61 год. Вам тоже будет на 20 лет больше, кстати, через 20 лет. И вот этого парня зовут Владислав Есипенко. Я его лично не знаю, но, понимаете, такие примеры, они раз и возникают. Касается, самый такой яркий пример, это с Нариманом Джилиалем, который занимался деятельностью, можно это назвать общественной деятельностью или политической, как угодно. Занимался, занимался, ездил на разные международные конференции, рассказывал о жизни крымских татаров в Крыму. А потом его обвинили, потому что он захотел почему-то вдруг взорвать газопровод. Ну, правильно. Ну, а чего? Приехал с Женевы с международной конференции и взорвал газопровод. Так говорит обвинение. И все остальное, оно засекречено. И опять же, есть суд, суд, есть человек и тюрьма для него. Поэтому мы можем продолжать, просто я к этой теме непосредственно не был вот так вот готов. Но два примера у вас уже есть, можем продолжать. Мне точно не просто было бы интересно, во сколько, что я представляю себе, что вы знакомы очень с многими людьми, вы же находились здесь действительно долго, да. Значит, у вас, я представляю себе, очень много знакомых, и я не ожидала, что вы действительно не знаете ни одного человека, ну, украинец, да, и украинка, да, который в данном моменте находится в России, да. Вы такого, действительно, такого человека вы не знаете. Ну, мне надо подумать, понимаете, я, во-первых, у нас же, я не знаю, какого у них гражданства. И самое главное, понимаете, давайте я вам честно скажу, у меня таких друзей нет, вот, друзей таких близких. И это нормально. Ну, почему у нас люди, с моими взглядами, они уехали, потому что, ну, потому что так случилось. Потому что многие не захотели быть, как Владимир Владислав Исипенко. Ну, конечно, то есть все, кто занимался, я, понимаете, ну, вы так вопрос ставите, что понятно, что много людей с украинскими паспортами сейчас находится. Кто-то работает на стройке, кто-то еще где-то работает, кто-то у всех своей жизни. Но я не общаюсь с людьми по принципу их паспорта, а по принципу своих профессиональных интересов. Вот, поэтому, то есть если я, ну, конечно, буду долго думать на эту тему, я, конечно, найду человека. Но тогда ваш фиксер останется без работы. Вот. Просто мне было бы интересно, поскольку, что я лично знала, ну, мне казалось, что я знаю много людей из Украины, которые живут в России. Ну, поскольку, что есть очень много таких сами, ну, да, есть половина вообще семья, которые там живут на территории РФ, половину семья там на территории Украины, лучше меня знаете. А мне просто казалось, что в последнее время очень много из них уехали. Конечно, это такой, как сказать, это не статистика, да, это просто мой личный, как сказать, наблюдение, да, на того, что происходит вокруг. А вы были, как, ну, конечно, известный случай, я помню, что я еще слышала ваше интервью на «Новая газета», и через несколько времени просто, да, ну, там, на подкаст вы были, да, просто несколько времени прошло, и уже все, да, вы уехали, да. Нет, ну, я просто, когда мы записывали это интервью, я уже знал, что этот большой брат уже пошел по моим следам. Хорошо, я перефразирую. Я понимаю, большой брат, это понятно, что вы имеете в виду. Да, я просто говорю о том, что, ну, я действительно очень много лет работал в Москве, и у меня есть знакомые, ну, у них недостаток, они не граждане Украины, они граждане России, и они работают в различных российских ведомствах, и я уже понимал, что отношение ко мне изменилось. И вот после этого интервью, я вам хочу сказать, прошло буквально совсем немножко времени, я поехал на заправку «Газпромнефть», да, заправил свой автомобиль, и фактически, когда был этот последний звонок, я сел в машину и через шесть часов пересек границу. Ехал как шумахер, только без шлема. Вот все, вся история. И поэтому, понимаете, я вам просто объясню, как это работает. Смотрите, кого прессует российское государство? В первую очередь, людей, у которых есть публичная позиция по вопросу войны. Если эта позиция не совпадает с позицией Кремля, то у этого человека будут проблемы. Его или посадят, или заставят уехать. Вот и все. И поэтому любого гражданина Украины, которого вы найдете сейчас в России, и будете задавать ему вопросы в таком ключе, как мне, скорее всего он скажет, давайте так, у меня здесь семья, или интересы, я не хочу в этом принимать участие. Потому что, если вы скажете, а кто, а что произошло, чей Крым, еще что-то. Ну, неправильный ответ ведет к неприятностям. Есть масса народа, ну, уже не масса, они были когда-то гражданами Украины, они стали теперь российскими пропагандистами, которые рассказывают о том, вот они уехали 7 лет назад, или уже 8, и рассказывают о том, как плохо в Украине. Ну, есть такая категория. Но если вас интересуют живые люди, то ситуация такова, какая она является. Видите, у нас же, Лиз, у нас особенность в чем? Что украинцы, мы практически швейцарцы. Практически. Потому что у вас 4 языка, а в вашем случае как минимум 5. А в нашем случае 2 языка. И большинство граждан Украины, особенно те, которые имеют дела в России, они говорят на русском вот примерно как я. Ну, иногда лучше. Что неплохо для иностранцев. И поэтому мы визуально, мы не отличаемся от них. Как вам кажется, мне рассказывали, ну, просто такая вообще, да, я действительно встретился вообще с людьми, у которых есть, например, только, ну, только, да, гражданство Украины, да, и, конечно, есть много людей в России, у которых уже есть русский паспорт, они получили в какое-то, ну, последнее время, последние годы русский паспорт. Но я встретилась тоже с людьми, ну, которые еще, да, у них только, толка, да, ну, гражданцы Украины. Они мне рассказывали о том, что они именно в 2014 году не знали, куда ехать, да, потому что началось, ну, вот, у них там на восточный час Украины началось вот этот конфликт, ну, началось, вы понимаете, что, да, вы лучше меня знаете. Они не хотели, они мне так рассказывали, сложно, конечно, найти какие-то факты, откуда, да, но вам кажется, это из того, что вы знаете, реально такой рассказ, что именно человек, молодой человек в возрасте 20 чем-то, сам из Донецка не хотел воевать ни на стороне украинской армии, потому что он боялся того, что он будет стрелять на какой-то родственники или знакомый просто, и он не хотел остаться там в Донецке, потому что ему, казалось, так мне рассказывал молодой человек, что, может быть, там они требуют такой местный, так называемый, власть, да, требуют, что я воюю против украинской армии, может быть, там у меня тоже знакомый, конечно, есть, и он просто решил уехать. Вам кажется, эта история, случай для вас реалистична, что действительно была такая угроза для людей, что они никуда не могли ни на ту сторону ехать, не остаться у них в родной город, и они были вынуждены уехать в Россию, потому что был единственный путь для них. Как вам кажется? Абсолютно. Ну, вот смотрите, назовите мне какой-нибудь самый, второй по величине швейцарский город. Швейцарский город какой? Второй по размеру швейцарский город. Было бы, наверное, сейчас хороший вопрос, второй, либо, ну, наверное, Басль, первый по населению это Цюрих, не Лозанн, я прошу прощения, наверное, Лозанн на втором месте, я прошу прощения, Лозанн. Вот, на самом-то деле, название тут не принципиально, при всем уважении к этим швейцарским городам. И вот представьте, что вот это развитый город, в один прекрасный момент, его, там высаживаются люди и превращают это, и начинается война. Теперь, внимание, вопрос. Так было в Донецке. Это был высокоразвитый, высокотехнологичный, очень богатый город, в котором началась война. И понятно, но мир так устроен, что не все войны. И многие люди просто взяли и уехали. Просто взяли и уехали от войны. И тут нет никаких противоречий. Вы думаете, в Украине все хотят воевать за Украину? У нас тоже не все хотят воевать за Украину. И это не является каким-то секретом. Точно так же, как не является секретом, что в Донецке был достаточно высок процент пророссийских настроений. Тоже такое было. Понимаете, просто вопрос в чем? Что при всех этих факторах решение о войне с Украиной приняли в Кремле с большой вероятностью, это был лично Владимир Путин. Вот и все. И дальше, когда принято решение о войне, конкретный человек, он сам решает свою судьбу. Кто-то уезжает, кто-то закрывается дома и впадает в анабиоз, кто-то хватается за автомат, кто-то плачет. Но основная масса людей, так психология устроена, что люди от войны уезжают, забирают детей и уезжают просто в любую сторону, куда у тебя есть возможность переехать. И опять же, фактом является то, что из Донецка, потому что на границе с Россией, многие уехали в Россию. Многие здесь получили паспорта. Многие не здесь, а теперь уже там, где вы. Живут, работают и не воюют с Украиной. То есть это пример, который вы привели, он массовый. Вот это основная позиция, вот это основная модель поведения. Когда начинается война, люди уезжают из зоны конфликта. А как вам кажется, просто из того, что вы видели в России, люди здесь, действительно, большинство из них верит в это вообще кремлевское разговоры о том, что не было другой, ну там Владимир Путин скажет, не был другой выбор для нас. Мы не могли вообще выступать по-другому в 2014 году и так далее, и так далее. Из того, что вы видели в России, из того, что вы разговаривали вообще с людьми, подружились с людьми, я представляю себе, вам казалось, что действительно большинство это искренне верит? Или они просто не хотят, никак не связаны с Кремлем? Как вам казалось? Вы сейчас затронули тему, которая называется «Раскрыть секрет и тайну русского характера». Я никогда не считал граждан России тупыми, глупыми, идиотами или еще какими-то. Россияне в своей массе, вы живете, прекрасно знаете, что это образованная страна. И люди не глупые. Соответственно, все все прекрасно понимают. Все все прекрасно понимали, когда Путин говорил, что это не российская армия, это народные силы самообороны, и российскую военную форму можно купить в любом военторге. Помните такую фразу? Вот давайте так. В Швейцарии в это не поверили. Я так думаю. И в Украине не поверили. Внимание, вопрос. А россияне поверили? Нет, конечно. Они все прекрасно понимают. Тут только тайна русского характера заключается в том, что они все прекрасно знают, и в основном в своей массе это поддерживают. И поддерживают. Как вам казалось? Что вам люди рассказывали? Если вы сказали, что большинство людей же против войны, они не хотят находиться именно на территории во время войны. А как это тогда возможно, что человек поддерживал бы одновременно такое? Послушайте, тут надо разобраться. Одно дело, когда мы говорим о войне в Донецке. Это же где-то там, когда ты живешь в Москве. Там возле Донецка до сих пор стреляют чуть ли не каждый день. На вашу жизнь в Москве это же никак не сказывается. Правильно? И на мою жизнь в Москве, когда я жил, это тоже не сказывалось. Это правда. Потому что Москва мирный большой город. Везде полиция, везде камеры. Новая плитка. И всякое такое. Что касается граждан России, почему они это поддерживают? Потому что это имперское воспитание. Это пропаганда. Это телевизор. Вы знаете, российский телевизор до сих пор, вы не знаете, смотрите вы это или нет, они говорят, что у нас ущемляют русскоязычных. То есть обижают русскоязычных. Но это в вашем швейцарском варианте, это если бы французы ущемляли, франкоговорящие ущемляли бы немецкоговорящих. Вот если бы про вас. И вы, я смотрю, вы на меня смотрите как сумасшедшего. Как это можно, то есть, как это можно такую глупость придумать? И мы смотрим на россиян примерно так же. Потому что я же с вами на русском говорю. И у нас так много людей говорит на русском языке. Причем они как говорили до 14-го года, так и говорят до сегодняшнего дня. Поэтому вот такой вот результат. Ну, короче, пропаганда российская работает. Тут из хорошего для нас, что наши российские соседи, они Путина поддерживают, но своих детей на войну с Украиной отправлять не спешат. И это правильно. Можете Путина поддерживать, а своих детей надо от армии отдалять, потому что на войне людей убивают. С двух сторон. Как вам кажется, да, сейчас брат попросил, что мы сделаем. А, да. Да. Супер. У нас есть просто маленькая собака еще гуляет и хулиганяет немножко. Я надеюсь, что вас не беспокоило, да? Ладно. Просто маленькая. Наоборот, я тоже люблю животных и жизни как таковую. Да, ну, слушайте, для меня, ну да, прекрасно. Да, очень просто интересно было бы еще узнать, как вообще для вас сравнить с настроением, что вы там увидите в Украине, сравнить с тем, что вы увидели в последнее время, когда еще вы находились здесь в России. Вам казалось, что именно угроза, что будет какая-то эскалация конфликта именно в ближайшее время. Вам кажется, что немножко по-другому относятся в Украине те люди, которые, с которыми вы общаетесь, сравнить с тем, с которыми вы общались еще в России. Как вам кажется? Либо здесь, либо в Киеве как-то выглядит немножко... Смотрите, Украина – это демократическое государство со своими проблемами, дураками, коррупционерами и так далее. Но почему я говорю уверенно, что Украина – это демократия? Потому что у нас в стране нет монополии на информации. У нас каналов разных партий столько. У нас миллион мнений на тему, почему мы не Швейцария. И не только на эту тему, а вообще. Поэтому народ в своей массе, он не является таким, знаете, зазомбированным в своей массе. Хотя, конечно, вот если мы говорим о последнем месяце, это угроза войны и угроза войны, это на очень многих влияет, и люди действительно переживают. Потому что никто не хочет, чтобы его бомбили на российские военные самолеты. Ну, в рамках проекта «Защита русскоязычной». Вы же знаете, да? Когда, если человека убила российская бомба, значит, он точно был нерусскоязычным. Хотя это не факт. Да, я думаю, что это точно не факт. Значит, вам кажется, что в Украине, я вас правильно поняла, вам кажется, в Украине такое чувство безопасности как-то из того, что происходит в данном моменте, вообще как-то люди больше переживают? Или в России, как вам кажется? Ну, понимаете, смысл в чем? Конечно, у нас больше переживают. Потому что российские бомбы будут падать не на Воронеж, а на нас. Об этом же речь идет. Нас же будут убивать российские бомбы, а не граждан России. Гражданам России рассказывают о том, что они через два часа захватят Киев, захватят Киев, повесят здесь свой флаг, и, как говорил один российский депутат, будут мыть танки на Крещатике. А другой российский журналист говорил, что там же на Крещатике, возле танков, которые они будут мыть, они будут сжигать нас, украинцы. Это, я не знаю, вам кажется, что я преувеличиваю, но я могу вам первоисточники показать всего этого. Поэтому, конечно, у нас переживают больше, потому что мы на Россию нападать не собираемся. и не собираемся бомбить это государство. И одна из причин, почему против меня начали возбуждать эти все дела, и что привело к тому, что я уехал, она очень проста. что я нашим российским друзьям, и не только, на любой площадке говорил одну простую мысль, что любой гражданин России с оружием в руках, который перейдет границу с Украиной, в него будут стрелять, и его убьют, потому что он оккупант. Вот, это тут начали трактовать, ну, в смысле, не тут, а там уже, начали трактовать, как призывы к межнациональной розни. А теперь, внимание, возвращаемся в Швейцарию. Вот ваши мужчины, и не только мужчины, если вдруг кто-то в вашу страну придет с оружием в руках, что вы будете делать с этими людьми? Правильный ответ я вам подскажу. Вы не будете стрелять на поражение, потому что у Украины и Швейцарии очень много общего. У нас не только два языка в стране. Вы и мы нейтральные государства. Нейтральные государства, которые за свою безопасность отвечают сами. Мы хуже, вы лучше. Это тоже факт. Слушание, я связываю с ней про хуже, про лучше. Давайте немножко далеко, но просто у нас, знаете, например, я не знаю, какой, вы из какого города? Где вы родились? В каком городе вы родились? В Украине? Ой, я родился не в Украине. А, вы не в Украине родились? Прошу прощения, а где? Я родился в Казахстане, но это не делает меня меньше украинцем. Ну, нет, 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 понятно, нет. В Украине все понятно, Советский Союз и так далее, и так далее. Понятно, нет, просто, знаете, очень часто я слышала вот такое страх, что, ну, а мой родной язык русский, а если я там в Украине, это будет, ну, как-то, я буду человек как второго класса. Я очень часто это слышала последние. Нет, действительно, могу вам сказать, очень часто. Я просто, конечно... Просто я сама не видела, так сказать. Я была в Киеве две недели назад. Я извиняюсь, что мы не встретились, но просто я даже снимала там женщины в украинской армии, совсем другая тема, ну, другая тема, действительно. И просто я не чувствовала себя как-то, как сказать, у меня не было последствий, что я разговаривала на русском языке с людьми, да? Все нормально, все спокойно. Да, ой. Да, ничего страшного. Просто вопрос. Вам кажется, что вы видите какой-то возможности в Украине, чтобы люди, которые испуганы, а действительно испуганных очень много, вы видите какая-то возможность, чтобы люди, которые именно украинцы, да, которые боятся за того, что у них будет какие-то... Не важно, откуда у них этот такой взгляд, видят какую-то возможность для Украины, чтобы убеждать какие-то люди в том, что не боитесь, мы вас принимаем как украинцы, как въезд, а мы не будем вас, как, я не знаю, дискриминировать. Вы видите какой-то возможности, или вам кажется, эти люди, с которыми мнение, они как-то потеряны, невозможно с ними найти какой-то общий язык. Вот эти мнения, которые вы мне сейчас пересказываете, вам их где говорили? Вы их где услышали? Именно сегодня утром я встретилась с человеком из Донецка. Он уехал из Донецка. И его родители на территории, он из какой-то маленький городок, недалеко от Донецка, но этот именно... Еще раз. Вы этот вопрос спрашивали где? В Москве? Да. Да. Бинго! Ну, вы ответили на свой вопрос. Вот смотрите. Вы говорили в Киеве на русском языке. Я говорил. Говорю в Киеве на русском языке. С вами ничего не случилось. И со мной ничего не случается. Более того, я вам открою военную тайну. Я русскоязычный. Я русскоязычный. Я, Роман Цимбалюк, являюсь русскоязычным. Те, кто вам вот эту вот чушь вбывают в уши, люди, которые сбежали от войны, и правильно они сделали, теперь живут в России и слушают историю про ущемление русскоязычных. Это не что иное, как ложь, вранье, провокация и российский бред. Это просто бред. Я вам не просто так рассказал о том, проводил параллель между франкоговорящей Швейцарией и немецкоговорящей Швейцарией. Вы можете представить, чтобы между этими людьми по языковому принципу был конфликт? На данный момент нет. Но у нас еще есть, знаете, у нас написано в Конституции, что это вообще государственный язык. У нас четыре официальных языков. Значит, у нас написано в Конституции, что они на том же самом уровне. Значит, могу вам сказать пример. Даже моя сестра работала в банке, в Грабюнтене, это такой час, восточный час Швейцарии, такой старый-старый язык, только 30 тысяч людей вообще считается родной язык. И до сих пор, если там есть какой-то сервис, даже у, как сказать, на половинку такой, половинку государственных учреждений, они вынуждены, что у них есть какой-то человек в каждом отделе, который умеет разговаривать, ответить на вопросы на этом языке. Значит, чтобы у людей не было бы такое чувство неравенства между... Улья, послушайте меня. Вы все правильно говорите. Отлично. Только я хочу вам задаться одним вопросом. Почему в Украине никто по этому поводу не переживает и говорит на русском? А почему те, кто в России, сильно переживают? Вам не кажется странным, что переживают об этом только те, кто физически находится в Москве? Ну вот это просто... Слушайте. Если вы говорите о юридической составляющей, закреплении статуса государственного языка в Украине, так я вам отвечу, что, ну да, во-первых, а Украина не Швейцария, во-вторых, у нас... Секундочку. У нас в стране 78% населения считает своим языком родным. Украинский 78%. Теперь возникает вопрос. А почему тогда в России один государственный язык? Почему в Германии до сих пор турецкий не вели второй государственный? Вам не кажется, что это попахивает ущемлением туркоговорящих? Нет, слушайте, я не хотела вообще сравнить Украину с Швейцариями. Я прекрасно понимаю, просто... Нет, это я делаю. Мы же к вам тянемся просто. Мы тянемся по шему уровню. Да, не, просто мне хотелось бы понять... Вы знаете, в России я понимаю, что здесь правительство никогда не скажет, что да, действительно, мы могли бы сделать это по-другому. Они никогда не принимают свои ошибки, свои недостатки. Просто это такая черта здесь, мне кажется, что люди в правительстве, они понимают, что это именно, как сказать, не оправдывает то, что ты сделал неправильно. Они считают, что это сильно. Но мне кажется, это очень такое, ну как сказать, это слабость. Это слабость этого правительства, что они не принимают... Это называется по-другому. Это называется современный российский фашизм. Вот как это называется. Потому что они ведут войну с нами на абсолютно вот этих вот безумных основаниях. О том, что нас нету. О том, что нас надо убивать, сжигать. Вот смотрите, Лиз, давайте вот такой пример. Что бы с вами было, вот у вас как корреспондента, как журналиста, если вы скажете у себя в эфире, что, ну, я не знаю, любых ваших соседей нужно сжигать вместе с Конституцией. Вот вы скажете в эфире, что французов нужно сжигать. Ну вот, внимание, вопрос. Что будет в вашем профессиональном развитии? Вас, скорее всего, как минимум уволят и скажут, что это не норма. Да, не вопрос, не вопрос. Не вопрос. А вам не кажется странно, почему топ-корреспонденты и топ-ведущие Russia Today позволяют себе в эфире это говорить? Слушайте, я пытаюсь это не осмотреть, честно. Я только, если я вынуждена... Но, подожди, если вы это не смотрите, это же не значит, что этого нет. Ну, конечно. Не-не-не. Не, конечно. Я полностью... Конечно, это... Слушай, я прекрасно понимаю, что это вообще безумие и ни в коем случае невозможно это оправдовать. Это понятно. Но мне казалось немножко вопрос... Это не вопрос для... Как-то для Украины, как вас можно найти или как... Как сказать... Чтобы всё это на человеческом уровне, чтобы люди больше доверили или что у людей было бы какое-то надежда или желание возвращаться в родной город или куда-то, я не знаю, в Киеве, в другом городе Украины. Это же потери, если люди уезжали из страны, это потери для любой другой страны. Нет? Вам не кажется? Конечно, кажется. Война — это потери. Вот молодого человека, которого вы сегодня цитировали, который страдает по поводу того, что его ущемляют на русском языке, он откуда из Донецка, да? Так вот, я вам хочу рассказать одну тайну открыть, военную. Украину изгнали из Донецка семь лет назад. Там нет образования на украинском языке. И тогда возникает вопрос, какого хрена этот молодой человек не живёт? Не то, что в родном городе. Там даже Украины уже нет. Там российский флаг. Там в школах портреты Путина. Не знаете об этом? Вы знаете, что там в детских садах детей учат цвета различать по цвету российского флага? Вот такая у нас гражданская война. А вам не нравится слово «российский фашизм»? Жалко. Потому что с точки зрения швейцарца или швейцарки, я прекрасно понимаю, что это звучит абсолютно безумно. Ну, это факты. И теперь вопрос, что делать? Ну, в нашем случае вообще всё понятно. Вооружаться и защищать себя, как делали бы швейцарцы в случае внешнего вторжения. Ну, а значит, кроме этого, вы не видите какой-то способ выиграть пропагандская война? Вы не видите в этом плане какой-то шанс? Почему? Я вот сейчас очень жалею, что сам себе не записал этот эфир. Если бы я его выложил, вот этот наш разговор, это был бы вклад на вот этот, который мы с вами ведём. Вот я же не записываю себя. Если вы мне подарите всю запись, я выложу себя на YouTube-канале. Я вам, думаю, благодарен. Это я серьёзно говорю. И это будет вклад в информационную безопасность и пропаганду украинскую. Слово пропаганда. Не надо бояться слова пропаганды. Мы же не пропагандируем убийство людей. Понимаете? Мы защищаемся. И когда вы говорите, можно что-то изменить? Ну, каждый делает своё дело. Мы рассказываем так, как оно есть. Просто мы не врём. Мы просто не врём. Я ни разу не слышал от представителей Украины, хотя у нас страна свободная, у нас идиоты тоже есть. Но чтобы кто-то с экранов телевидения призывал сжигать россиян, я такого не слышал. Я такого не слышал. И если кто-то так скажет, у нас подумают, ты что, того? Ты что? Поэтому, ну, всё просто. Мы в Аббароне, швейцарские неправительственные организации отправляют коммунитарную помощь на Донбасс. Да. И помогают этому региону. И масса процессов происходит, но, по сути, у Украины всё очень ограничено возможности. Поэтому мы просто тихонечко стали частью Запада, даже если это в Швейцарии не заметили. И это нормально. Спасибо вам большое, Яш.